здравствуйте друзья расположение звезд не благоприятствует при обеду солнце как да самая большая из них не благоприятствует тому чтобы камера смотрела на меня но поскольку тема такая вы сейчас поймете я хочу чтобы вы смотрели на меня я две недели на диете на диете я две недели может быть даже вы заметили что на моем лице вот смотрите на мое лицо если вы что-то заметите я две недели на неделе на диете я за это время утерял 10 фунтов но что-нибудь четыре с половиной килограмма так можно сказать что на самом деле для меня немного там при моей сотне кило которые на мне есть там не то что какие-то драматические потери хотя от нас как что у меня организм отзывчивый и как чего сразу начинает терять вес хотя и набирать тоже может также отзывчиво я лет двадцать был в одном весе стабильно что-нибудь 208 210 фунтов вот кто там килограммы захочет пересчитать пусть пересчитает значит 208 210 фунтов у меня рост сто восемьдесят шесть сантиметров и так вот все это долго было но поскольку у меня уже там последние 20 лет диабет 2 типа пару лет назад меня подсадили на инсулин как-то не получалось другими средствами удерживать уровень сахара в крови короче если от этого инсулина четная вес начал набирать и это как бы предусмотрено программы то есть это из известный такой значит эффект то есть как бы было известно заранее я я не 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 ожидал что настолько я не ожидал что я как сказать перестану любить свое изображение в зеркале вот с этим делом то есть как-то я назначил себе мало нравится но в общем не суть к чему я рассказываю дошло с 208 с 210 дошло до 228 230 то есть 20 фунтов считай там 9 килограмм ну то есть совершенно мне это не нужно и и опять же и для диабета это плохо потому что лишний вес это значит лишнее инсулин и вообще все ерунда я уж и так и так пытался но тут значит наткнулся на диету но там не вообще диета который в книжке читаешь а там человек диетолог который как бы консультирует значит мы подписались на такую программу там значит шесть недель нас должны поставить на ноги смысле этой диеты и диета как вы понимаете это не то что ты ограничиваешь себя в чем-то диета это образ жизни если ты хочешь чтобы это было надолго успешно и так далее после себя вынуждаешь заставляешь у тебя там допустим постоянное чувство голода того ли что то это уже такие спартанские сказать методы это это мало кто выдержит чек соскакивать с диеты таких вот все-таки это важен важен образ но тут тоже научная подоплека важно то есть если ты правильные вещи делаешь то хорошо если не делаешь туда хотя дополнительные барьеры возникают на пути к успеху и вот это такая интересная значит система где я сначала диагностируют как бы и говорят вот ты вот есть такие знаете которые банкреска от садов бернар или там карпа бернар да то есть откуда человек энергию берет он либо из жиров либо из углеводов либо вот как я это микс да то есть оттуда и отсюда и вот определяется пропорции разные между тем что человек должен подъедать индивидуальные к счастью мы со светой практически ну там с разницей в пару процентов то есть мы очень-очень близки в этом плане то есть легче готовить значит да и фактически получается что каждый раз когда ты что-то на тарелку кладешь вот тут кардинальное отличие с другими диетами которые раньше были торговать вот это с этим можно с тем нельзя да там скажем мясо с зеленью можно а допустим скажем не знаю там с хлебом нельзя вот поэтому здесь другое здесь они здесь просто хлеба тоже я хлеба и так не но здесь они говорят что вот эта пропорция должна быть соблюдена каждый раз когда ты что-то ешь это неважно утром это было вечером или днем или это снег какой-то был но всегда важно чтобы вот все три компонента присутствовали на тарелке вот в этой пропорции для меня это половина значит это карбы углеводы и по четверти значит грубо говоря 25 и 25 процентов практически так значит это жиры и белки вот поэтому если реально значит придерживаться то я вот ну я вот как бы вы видите значит но вы не видите но из моих слов наверное вряд ли можно почти по человеку заметить что он там 4 килограмма утерял когда у него своих там 100 но во всяком случае вот в таком я процессе нахожусь и за эти две недели что я могу сказать что из наблюдения на многих диетах на разных я когда-то с монтиняка начинал почти 20 лет назад там девяносто восьмом году где-то и нет ощущения голода нет cravings вот когда ходе ходе ходишь сажать что-то это хочется сажать что-то такое вот это cravings cravings это не голод голод от кого те реально не хватает а cravings это когда вот ну вот прям уже не знаю что делать раз сажал cravings бывает на почве например нервные нервные да там и понервничал пошел там съел бутерброд с колбасой там с огурчиком соленым правда вы меня поймете ай господи да так вот значится нету cravings нету голода нет ничего такого нет раздражительности потому что обычно вот и когда на диете и там некоторое время если она жесткая такая диета так уже на второй третий день там хочется всех перерезать я мирный человек но тут вот я уже две недели и абсолютно никаких таких раздражающих факторов я не заметил от сотрудника спросить не стал ли я более злым таким вот ну надо вроде нет я спрашивал на самом деле на той неделе говорят вроде вроде пока ничего так что вот будем наблюдать мне на самом деле хотелось бы вернуться к своим там двум стам десяти то есть я я не хочу быть как кощей бессмертный этого нет я и бессмертным то не стремлюсь вот тут уже а уж кощаем так и вовсе мне понравилась нетривиальность идеи то есть как я такого еще не видел чтобы вот в каждой еде вот такая пропорция еще индивидуальный тест причем тест что интересно не был там пока по крови например тест был вербальным то есть ты отвечаешь много много вопросов о том в основном вот как бы как ты себя чувствуешь на в той или иной ситуации или вот допустим у тебя вот такая ситуация чтобы ты съел вот это это или это например вот так и в итоге они значит определяют твой типаж вот по потому как ты себя чувствуешь а не потому как допустим у тебя там биохимический состав крови с биохимическим составом я уже тоже проходил я когда-то вот был в москве в 2003 году меня привели в клинику доктора волкова на метро боюсь собрать парк культуры что вот и или фрукзен не помню и вот там значит мне тоже анализы сделали и с очень приятной женщиной там врачом мы все это разобрали дали мне список чего мне нельзя оказалось что мне нельзя вообще ничего ну то есть кроме того от чего хочется вообще повеситься мне уже ничего больше было нельзя по биохимическому составу но я до сих пор жив не в общем все нормально я я может быть неделю пытался вы когда приехали уже сюда конечно не в москве но здесь я уже пытался неделю это было что-то страшно то есть я рвал металл и и мне было плохо и и люди вокруг сказали что уже лучше раньше туда чем такой жизнью жить вот ладно счастливо а